Перхушковскую больницу основали в далеком 1891 году. Сегодня она обслуживает порядка 30 тысяч населения. Здесь работает 332 человека, из них 115 врачей. Три месяца назад в больнице сменился главврач. Он и провел для главы района небольшую экскурсию. Через месяц здесь планируют открыть новое реабилитационное отделение, которое раньше не работало из-за отсутствия лицензии. Комната релаксации, циркулярный душ, массажные столы, сауна, альфа-капсула. Пациентам можно будет проходить как лечебные, так и косметические процедуры. А специалисты-то есть на все? Есть. Рецензированность, имеющие? Есть. Это врач-физиотерапевт. Все есть. Специалисты? Все работает, да. В офтальмологическом и хирургическом отделениях работают квалифицированные врачи. Проводятся уникальные операции, например, по лечению диабетической стопы и ожогов более 30% поверхности тела. А скоро в больнице появятся 4 комфортные палаты для ветеранов. По одной в каждом отделении. Двухместные палаты, они будут в цветах георгиевской ленты. Это палаты для цветов победы, предусматривают себя уникальные вещи, такие как вот, кроме доступной среды, функциональные кровати, прикроватные столики. Будут вещи, которые мы ветеранам, думаю, порадуют. Это вот радио. Причем то радио. То есть акцент на людей пожилого возраста. Иванов идею поддержал. После осмотра больницы прошло рабочее совещание с главными врачами медучреждений Одинцовского района. Главный вопрос встречи – эпидемия гриппа и ОРВИ, которая накрыла всю страну, включая Московскую область. К счастью, по словам медиков, уровень заболеваемости начал снижаться. Все службы здравоохранения у округа до сих пор находятся в состоянии повышенной готовности и развернуты дополнительные силы, как бригады неотложной помощи, так и участковые службы, стационарного звена. Мне бы хотелось сказать, что совместно с администрацией Одинцовского района управления были приняты совершенно четкие разработанные планы мероприятий. Это с первого же дня организован оперативный штаб. Андрей Фадеев рассказал о том, что уже изменилось в больнице, поделился планами ее развития. Так, в поликлиническом отделении скоро появится колл-центр, а также заработает систему управления потоками пациентов. На встрече обсудили и возможность развития парковой зоны на территории больницы. В целом, глава района остался доволен увиденным. Он считает, что у второй больницы есть большой потенциал. В ноябре прошлого года сменился главврач здесь, и теперь работает Андрей Васильевич Фадеев. За эти два месяца Андрею Васильевичу удалось вникнуть в существующие проблемы, в том, в чем нуждается данная больница из точки материально-технического обеспечения, и определиться с планами по развитию данной больницы, учитывая те вызовы, которые сейчас стоят перед нами со стороны общества в целом и по качеству обслуживания, и по новым направлениям, которые здесь возможно разместить на очень хорошей материально-технической базе. А еще Иванов дал поручение решить вопрос парковки на территории больницы. Для этого планируют установить пропускную систему, чтобы места на стоянке были доступны только тем, кто приезжает на прием или проведать близких. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok